Событийный календарь Ивановской области включает свыше 70 мероприятий. И самые популярные из них, пожалуй, гастрономические. Взять тот же самый лухский праздник урожая – Эх, Лук-Лучок. Число гостей, побывавших на нем в прошлом году, превысило 5000 человек. На этот раз ожидают гораздо больше. Мероприятие состоится 26 августа. Сам по себе праздник Лук-Лучок, я просто небольшую предысторию. Уже отметил 10 лет. Ну, начинался он вроде бы скромненько с нескольких там, извините, бабушек, которые торговали луком у нас на этом празднике. Несколько палаточек было такое. Но мне бы хотелось все-таки в первое что-то сделать – это убрать посредников, которые скупали лук весь практически нашим территорием района и перепродавали его за пределами. И вот мы начинали с Малого, ну и постепенно этот праздник стал областным. Сейчас район ведет переговоры с немецким городом Веймаром, где луковые ярмарки проходят не одно десятилетие. А еще прославившийся луфский овощ Лук-Лучок станет запатентованным народным брендом. Сейчас мы уже задали документы Федеральный институт, это распатент на получение нашего знака фирменного, чтобы у нас был свой товарный знак. Учитывая, что предприниматели даже не из нашего района, а из других областей, быстрее перестроились, я посмотрю, даже на торговых точках продают уже колечки лука или лук сушеный, уже лук-лучок под нашим брендом продается. То есть это было как-то, ну может нам несколько обидно, что мы не успели это сделать. Такой товарный знак в ближайшее время мы тоже получим. Любители вкусно поесть также будут ждать 12 августа на фольклорно-гастрономическом фестивале «Кухон» в деревне Реброво Южского района. Девиз праздника – русская деревня встречает гостей. Предусмотрена дегустация национальных блюд, различные вкусные мастер-классы. У каждого муниципалитета есть своя изюминка. Например, если в Реброво, это ребровская ватрушка, которую я когда первый раз попробовала, ну необыкновенная вещь, то есть она делается в русской курии с настоящим творогом, вкуснее я никогда ничего не ела. Пирожки с клюквой – это уже традиция Южского района. Соответственно, приезжают к нам другие муниципалитеты, которые привозят свою кухню. Я не буду раскрывать всех гастрономических изысков, потому что коварик можно много, надо приехать и попробовать. В этом году погода нередко меняла планы. Переносили, например, фестиваль подозерской клубники и праздник чая. Последний в итоге так и не состоится. По информации организаторов, несомненно, погода повлияла на отмену этого мероприятия, поскольку оно проходит только на открытых площадках, но уже сегодня организаторы активно готовятся к проведению этого мероприятия в следующем году. Зато рыбный день, запланированный на конец июля, уже точно пройдет 5 августа в Юрьевце. Рыбная ловля начнется с 6 часов утра. Также будут проходить конкурсы, будут подведены итоги рыбной ловли. Проистоятся конкурсы на лучшее оформление стола, на презентацию своего блюда, на лучшую подделку рыбной тематики и лучший костюм рыбной тематики. По просьбам туроператоров, событийный календарь Ивановской области на 2018 год составят уже к сентябрю. Его презентуют на международном форуме «Золотое кольцо». Так у ивановских фестивалей появятся дополнительные шансы попасть в календарь национальных событий. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.